В Ульяновском драматическом театре Это своеобразный подарок театра, мастеру сцены, заслуженному артисту России Михаилу Николаевичу Петрову, который в январе отметил свой юбилей. Сегодня Михаил Николаевич у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. И первый вопрос. Вы 10 и 11 выходные, то есть? Нет, это рабочий. А, для вас это да. Когда все отдыхают, мы работаем. Неправильно, да, я сказала. Вы выйдете на сцену в новой роли, в роли Сироганоды Бержерака. Как я уже слышала, это роль вашей мечты. Как так получилось? Ой, это такая длинная история. Когда она началась? Началась она еще, наверное, когда я был мальчиком. Даже так? Да, я тогда учился в Суворовском военном училище. В Суворовском училище? В Ленинградском, в Суворовском училище. И случайно я прочел эту пьесу. Даже не озадачиваясь. Я тогда об актерской карьере даже и не думал. У меня мечтавала стать военным. Мне пьеса очень понравилась. Я помню то ощущение от нее. Ну, как-то прочитал и забыл. Но нас, так скажем, занимались, нами хорошо занимались педагоги. Они водили нас по театрам, по музеям, образовывали. И вот так получилось, что я, закончив училище, подал заявление об уходе. И пошел поступать в театральное училище, поехал. И мы сами виноваты. Возили по театрам. Ну, видимо, что-то вот отложилось. И как-то захотелось попробовать себя в другой профессии. Поступил в Казанское театральное училище. И там, на первом курсе, я увидел спектакль Казанского театра, Качаловского. Но все равно до Бержерак. И это уже у меня, так скажем, было впечатление такое... Ну, может быть, нельзя сказать так, профессиональное. Но этот спектакль меня как-то затронул очень. Нет, а почему он все-таки запал в душу? Что-то общее было? Нет, в общем, ничего. Ну, господи, тогда мне 17 лет. Что там такое вот может быть? Ну, это просто такая красивая история. Вдруг вспомнил, что я когда-то читал эту пьесу. Я ее вспомнил. Красивая история. Такая романтическая. Трагическая. Спектакль был великолепный. И вот это стало какой-то моей юношеской мечтой сыграть когда-нибудь эту роль. Я тогда не думал, что я, может быть, сыграю. Но это хотелось. Я тогда на уроках, на занятиях по сценическому мастерству делал отрывки из этой пьесы. На экзамене по сценической речи я читал монолог все равно из этой пьесы. Ну, так вот она, так идея зародилась сыграть эту роль. Ну, видите, сколько лет прошло уже. Почти 40 лет. И вдруг планы театра совпали с моей мечтой. То есть я это не афишировал, никогда не говорил, что это была моя внутренняя мечта. То есть вы не говорили, что... Нет, и вдруг они предлагают, что... А не хотите, чтобы мы поставили на вас сценик? Ну, тогда я от счастья просто задохнулся и уже скрывать не мог, что это была моя 100-летняя мечта. Режиссер Искандер Сакайев. Искандер Сакайев. Это тот режиссер, который у нас поставил Ромео и Джульетту, Чайку, да. И вот на встрече с журналистами он сказал очень интересную вещь. Основная задача в работе с Михаилом Николаевичем добиться уничтожения всего положительного в нем. Ну, дальше он перечислял там много всего. И сделать из вас одаренного гопника. Это, конечно, меня шокировало. Сложно ли было вообще работать с режиссером и вообще работать над ролью? Да вообще над ролью очень сложно работать. Ну, а с такими режиссерами еще сложнее. Ну, как он? Уничтожил у вас все хорошее? Ну, это вы у него спросите. Уничтожил людей. Он себе говорит, ну, ты слишком интеллигентен. Должна торва какой-то быть. Ну, не знаю, у нас вот будет премьера, посмотрим, что получилось. Я пока не могу сказать, что все, я теперь вот такой оторванный. Интеллигентность вся к черту. Ну, как получится. Ну, если режиссер видит это со стороны, что вот такого плана актер, а не такой, ну, ему надо как-то ломать себя. Посмотрим, я не знаю пока. Посмотрим. Ну, премьера совпадет с вашим юбилейным вечером. Несмотря на то, что день рождения вы уже отметили в январе, ну, юбилейный вечер. Не отметил. И вообще не отмечал. Не отмечал вообще. Я отмечал его на сцене. И в этот день я играл именно Ромео, Джульетта и Восифа. Ох, здорово. И что вы ожидаете от этого вечера юбилейного? В принципе, ты ничего не ожидай. Нет, ну, хочется, чтобы в конце концов, мои коллеги, артисты, ну, как-то расслабились. Потому что работа была очень напряженная. А сколько вы вообще готовили этот спектакль? Ну, начали где-то в 20-х числах декабря, по-моему. Ну, сами знаете, это же самый сложный период у артистов. Да, да. Ну, какой-то там же елки. Прибал огонь. У всех это запланировано еще с октября месяца, все расписано. А тут вдруг репетиции грянули. Ну, я могу сказать только спасибо моим коллегам, которые жертвовали своим заработком. Ну, так скажем. Ну, тут скрывать-то нечего. Это все знают, что единственный праздник, когда артисты могут подработать. Ну, вообще, актеров много задействовано, да, в спектакле? Ну, в основном мужской состав. Молодежь все. Ой, вот это хорошо, да. Ну, мне есть куда тянуться за ними. Они же им по 30 лет. Вот это оторвы, которые нужны. Ну, я пытаюсь им соответствовать, насколько это получается. Не знаю. Ну, не надо скромничать. Да ну ладно, я не скромничаю. Я же понимаю, что мы не 30, а уже 60. Вы вот молчите о возрасте. А почему я хожу своим возрастом? Когда на сцене у вас видишь, это прям вот не скромно. Ну, так и хорошо. Если я свои 60, могу делать то же, что я и не делаю. Ну, получается, ваша мечта сбылась. Сбудется. Ну, можно уже сказать, что... Ну, будем надеяться. Давайте доживем. Тут осталось 3 минуты. Ну, уже о чем-то, наверное, мечтаете? Нет, пока не знаю. Пока нет, еще не задумывались. Нет. Это же оно может спонтанно прийти. Вот как все равно получилось, что я случайно прочеркиваюсь. А может мне что-то еще в голову придет. Еще впереди много лет. Творческих лет. Творческих, да. Слава Богу, нас не отправляют, как и на заводе, с почетом. Подарок удочку. Почет, уважение. Иди отдыхай. Ну, театр этим-то и хорош. Вот. Вот это хорошо. В любом возрасте есть своя роль какая-то. Конечно. А в театр вы попали когда? В восемьдесят первом году прошлого века. Как скажете, вот прошло сразу такое же. Ну, да. Ну, это прошлый век. Прошлого века и отсюда никуда. Ну, так сложилась жизнь еще. Остался здесь. Ну, наверное, навсегда. И сколько ролей не считали? Ой. Сейчас не могу точно сказать, но где-то за 130. То есть это в год по... Не знаю, сколько там получается. Не считал. Да. Ну, это ж за 37 лет работы. А вот роль, которая вот... Или это вот как раз та, которая будет? Запала там на всю жизнь? Вот такие любимые роли. Ну, нет. Вот каждый раз этот вопрос задают. Какая любимая? Нет. Такого я не могу назвать. Но каждая роль дорогая. И каждая роль, она сложна для меня. Потому что я каждый раз, когда открываю пьесу, начинаю читать. Я понимаю, я ничего не знаю. Я ничего не умею. И подхожу с ужасом к репетиции. Почему? С ужасом? Ну, потому что я чувствую, что я не знаю, как это делать. Ну, может, это и хорошо. Но то, что начинаешь, начинаешь потихонечку что-то складывать. А потом что-то складывается, наверное. А что вам помогает? Или, может, кто помогает? Режиссер. Режиссер. И я как зима. Главный помощник, да? Да, естественно. Любой вам. И главный педагог, и главный медзиратель. Все, медзиратель. Я шучу, но медзиратель, конечно. Но ведь спектакль делает он. И требования предъявляет он. Что ему надо. Ну, я вот... Ну, все знают, что Фарида Арслановна Каримова, ваша жена тоже актриса Ульяновского драматического театра. Да, дослуженный работник культуры Ульяновского театра. Вот. Ну, вообще, наверное, тяжело с женой в одном театре. Нет, не тяжело. Нет? Ну, это же хорошо, понимаете. Я понимаю, рабочие придут, и семья какая-то, да? И начнут обсуждать. Вот я сегодня такую деталь делаю. А жена скажет, да вот. И будешь мне еще рассказывать. А у нас есть о чем поговорить. Ну, есть поделиться самими. Может, и что-то она подсказывает. Что-то я подсказываю. Ну, в всяком случае, это удобно. Удобно. Удобная жена. Ну, я шучу удобно. Удобно в том, что разговоры общие. И никогда не возникали какие-то трения вот так вот? Ну, трения, кричик, это, конечно, бывает. Но без этого. Так разносят, что газетчикам не снилось. Ну, ваша дочь тоже актриса. Уже. А где она сейчас работает? Она сейчас работает в набережных Челнах в театре Мастеровые. А сюда, на нашей сцене она выступала, приезжала? Нет. Не было такого, да? Ну, не получалось. Как-то так. Но училась она у моих же педагогов. У кого? Это Юна Накарева. То есть в Казани она тоже выступала? В Казани, да. А, тоже по вашим стопам пошла? Ну, так получилось. Просто в этот год набирали именно Кешлера Вадима Валентиновича. А у вас есть еще и внучка, по-моему? Внучка. Ну, и как? Нет, она как раз далека как-то от этого. Она вообще не определилась еще, чем будет заниматься. А ей сколько лет? 14 лет. Паспорт получила. О! Взрослый совсем. Ну, пора бы уже что-то думать, но посмотрим. У нее еще есть время. А вот, наверное, это неожиданно так раз и пойдет тоже по вашим стопам. Наверное, нет. Нет, все-таки. Ну, это, конечно, ее решение. Конечно. Чем заниматься в дальнейшем. А вот ваши планы какие? Хотя бы на этот год. Какие планы? Работайте. Знаете, в чем трагедия? Трагедия. Ну, не трагедия, но это такая нехорошая штука, когда актер без работы. Вот это трагедия. Да. Вот если есть работа, слава Богу, значит, ты востребован, ты нужен. Ну, представляете, если на заводе нет работы. Попробуй платят, зарплатят. Да и слава Богу, Господи. А тут не слава Богу. Это ты уже понимаешь, что ты чего-то не нужен в этот момент. Что бы вы хотели пожелать себе? Себе? Да, вот себе. Да ничего не хочу. Ну, как это? Только работа пока. Главная работа. Да. Мы вам тоже желаем огромного количества ролей, долгих лет творческой жизни и друзей, поклонников. Друзей, слава Богу, не обделённых. Чтобы близкие, родные всегда были рядом. Спасибо. Всегда все вас рады. Спасибо. До новых встреч с вами. До новых встреч. Да. До свидания. До следующего юбилея. Да почему это? Вот придём на премьеру. Ага. Ну, может ещё так, между прочим, поговорим. Хорошо. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»